Быть может, какой-то из рисунков расскажет нам целую историю в одном картинке, почему этот олень чешется, какие-то причины, заболевания, желания, естественные или противоестественные болезни. Роговить везде. Кстати, интересный факт о оленях. Из всех оленей все самки выходят из рогов, кроме северного оленя, северной линии есть оленя, у которого самки тоже большат рога. Еще оленя рога сбрасывает, они ими дерутся яростно, и иногда они, когда дерутся, запутываются рогами и не могут распутаться, и так и умирают. Даже мне приходилось находить в тундре скелета оленей, такие, ну, как скелеты, полупогибшие тунки, которые запутались рогами и просто лежали вдвоем там, вот и фортанулы им просто, и все. Так что, не будьте оленем, иногда нужно найти компромисс, даже если оно нужно когда-то отступить, координированные действия всегда эффективнее в дискоординированной конфронтации. Витамины, витамины. Оленя Ивановна Яшукова, по-моему, предположим, недоволен тем, что он чешется. Причиной своей чесотки он отнюдь не рад. Ну, мы решим, по-моему, тоже выглядеть такой, прямо скажем, агрессивный такой. Мне нравится, как у нас сегодня пары составлялись нашими кураторами комикс-зоны. Это Владимир и Артенина Лопатина, где бы они ни были. А вы и смены, пожалуйста, ребята, для вас старались, чтобы вот это все работало. Спасибо, спасибо. Они подобрали пары художников не просто так, потому что он талантливый, талантливый. А действительно, насколько я могу судить, подбирали их по каким-то хожествам, что ли, им ведомо. То есть, я не могу это описать силу полного отсутствия искусствоведческого образования, но иногда чувствую, что вот эти пары, уже третий раз, что пары составлены отбьют не случайно, что что-то общее в их работах как какая-то связующая есть. А я посмотрю на время, кстати, если вроде. А у нас осталось еще целую, почти 5 минут. Витя, а можно? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ой, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Олень с колокольчиком. Олень? Ну, колокольчик вообще, как правило, признак одомашненного животного. А без оленей одомашненуются только те самые пресловутые северные оленя, о которых уже говорилось лучше. Но как одомашниваются? Где-то разница между одомашенным северным оленем и неодомашним северным оленем? Вот вы думаете, какая? Вот здесь только одна разница в поведении. Кто-нибудь знает? Нет. Никто не тянет руку, видимо, никто не знает. Расскажу вам. А когда нападает хищник, то, то есть, вот эти стадо оленьи басется, идут нападают волки. И...